короче парни вот посчитал какую сумму мне обошелся сейчас этот пол в общем толщина в среднем 6 где-то 56 сантиметров 45 квадратов и так клея выше у меня на 11 мешков нет 10 мешков ушло клея на протяжки всякие на это это короче на две тысячи рублей грунтовки ушло две канистры на 1000 рублей песка ушло один куб короче с доставкой 1600 плюс 2 так 1200 это подъем песка так полистиром вышел из черногорска с доставкой 2 куба вышел все вместе 3000 ну подъем бесплатно потому что там совсем легкий там буквально пять минут так цемент три с половиной тысячи и подъем кстати еще клея 500 рублей короче и того вот это вот а сейчас на данный момент у меня выше материал вместе с подъемом 12000 так ну и получается вот единственное сейчас если все таки мне понадобится протянуть еще по маячкам то есть думаю если взять 6 миллиметров маячок просто положить на этот пол и просто по нему еще протянуть клеем у меня получается нужно будет четыреста тридцать пять килограмм четыреста тридцать пять килограмм делим цветы короче у меня получается что я сейчас делю по 17 мешков 17 половины 18 мешков нужно клея клей по 214 рублей и того у нас выходит 2 800 короче это на клей подъем тут уже смысла нет считать потому что это если чего в общую доставку там уже все спотряд повезут короче самом крайнем случае я думаю вот это вот сумма будет на пол на 45 квадратов с подъемом с материалом выйдет 16000 короче 17000 по моему это из подъемом из доставкой со всей фигней если думаю посчитать цпс q какую-то там тысяч 30 как минимум 40 год итак всем привет начинаем ну то есть производим заливку пола полистирол бетоном вот так вот выглядит уже вчера залитая смесь так что делаем то есть первым делом привезли шарики полистирола но это бы уж на и то есть они тут разные фракции есть вот такие но при замешивании они маленько еще разбиваются миксером мешок стоит в общем в одном клубе три вот таких вот мешка один клуб вот этой бушной смеси стоит 1000 рублей на весь вот этот вот пол у нас уйдет где-то два куба полистирола получается здесь у нас 45 квадратов толщина заливки слоя примерно 6 сантиметров по ну вот по всей вот этой комнатной квартире получается в одном клубе три таких вот мешка то есть получается вот таких вот 6 мешков так первым делом замешиваем вот в такой бадье бадье 90 90 литров высыпаем сюда где-то литров 10 воды потом вливаем то есть 10 литров воды добавляем ферри ферри где-то 2 столовые ложки дальше производим омыливание раствора прежде чем то есть мешаем сперва маленьким миксером помешаем а потом уже большим это вот такой 2 киловаттный миксер ребил то есть первоначально работаем маленьким таким вот это чтобы смесь не разлеталась потом она когда маленько перемешиваются с омыленым ну вот это сфере с водой и она называется омыленная то есть она вот она вот такая то есть она уже не разлетается после этого добавляем опять же ведро ну где-то 10 литров вот такой вот ведро цемента то есть у нас где-то грубо говоря мешка хватает на 4 4 5 таких вот ведер где-то 4 4 с половиной ведра ну да 45 замесов где-то с одного мешка выходит вот на такую бадью так полистирола сюда добавляем 5 ведер опять же вот таких же пять ведер то есть получается у нас 5 ведер полистирола в объеме потом 10 литров воды 2 старовые ложки фэйри ведро цемента и песка добавляем сейчас покажу в общем получается вот не не тут больше где-то здесь получено не знаю вот этот такой мешок чтобы грузчики поднимали свободно на этаж то есть вот таких вот мешка портера песка и получается как раз полная такая вот бадья и все после этого высыпаем вот эту смесь предварительно пол был прогрунтован после чего установлены маяки и вот перед тем как засыпать заливать вот этой смесью еще протянуто наздил клеем чтобы лучше была схватываемость если клей подсыхает потом его еще смачиваю так вот это вот только что залили так вот выглядит смесь вот это вот залито было у нас вчера при надавливании как бы она продавливается еще довольно твердо так вот это залито позавчера тоже при продавливании сильно давишь когда пальцем то есть немножко продавливание ну скорее всего сверху нужно будет еще либо залить наливным полом либо подтянуть наверно хотя бы сантиметр с пол сантиметра с тяжкой может быть цементно песчаной ну еще посмотрим то есть еще полностью не прихватилась возможно либо наливным а может быть просто протянем клеем то есть нужно будет еще посмотреть полностью подождать когда все просохнет и тогда будет уже видно в удобстве в работе это с ним работать удобно единственное нужно не перебарщивать сфере потому что видно теряются именно вот эти свойства ну цемента до вспененная получается и не настолько видно прочная из-за этого так потом опять же из-за чего вот здесь вот именно на этой квартире заливали вот таким раствором потому что здесь сняли деревянный пол был его сняли и у нас получается во первых сильная слышимость с соседями то есть тут даже ну дырки были где люстры у соседей прям было видно и видно даже через дырки там соседи грубо говоря и получается еще так как свой 6 сантиметров в принципе если чисто песком заливать то это очень смесь тяжелая будет поэтому решили залить с полистиролом потому что он намного легче и вот такой вот мешок у нас вот я его одной рукой поднимаю то есть он весит килограмм наверное в районе 10-12 может то есть получается в один куб там весит килограмм 30 наверно 35 ну может 40 и поэтому когда еще вода испарится то вот эта вот смесь она будет вообще легкая то есть хорошая шумоизоляция и плюс еще хорошее утепление потому что полистирол он теплый сам по себе материал еще поэтому решили заливать полистиролом хотели еще керамзитом но с керамзитом во первых он дороже во вторых как бы не сильно мне люблю я им заливать потому что не очень удобно с ним заливать потому что эти шарики ну керамзит он всплывает и им либо засыпаешь потом сверху заливаешь цемент песком либо им заливаешь там эти керамзитом всплывает торчит потом короче тоже проблем масса поэтому решил попробовать полистиролом в принципе по именно по заливке полистиролом работать удобно ну вот единственное что либо тогда надо больше добавлять цемента с песком наверно тогда вообще под два ведра цемента и наверно песка еще больше ну тогда опять же теряется вот это вот свойство и утепление и по весу потяжелее будет ну либо сверху подливать я думаю сантим может отнести поближе когда ты будешь разравнивать до лопатой премьем а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Итак, сегодня прошло два дня после заливки пола. Ну, где-то два дня, где-то три дня. В общем, вот так вот сейчас всё это выглядит. Я подготовил пол, прогрунтовал, обеспылил. Ну вот, продавливается где-то кое-где на величину вот этих вот шариков. То есть, вот когда давишь, вот именно где шарики, они как бы продавливаются. Поэтому, что сейчас хочу сделать? Я хочу сейчас пока просто протянуть клеем. Так, после того, как полистирол, бетоновый пол у нас обеспылен, прогрунтован, сейчас я его сверху подтягиваю просто клеем. Клей недорогой. Двести... где-то двадцать рублей. Это... КС-9. Брозекс. То есть, самый обычный клей. Сейчас я им протягиваю на первый раз. То есть, им я закрываю все вот такие вот неровности уже. Маячки не снимаю, потому что не вижу в этом смысла никакого. Потому что сверху будет либо линолеум, либо плитка ПВХ. Пол у нас абсолютно будет тёплый, сухой. Ржаветь ничего тут не будет. Поэтому я не вижу смысла никакого убирать маяки. Продавливаться они тоже не продаются. Так, ну вот сейчас на сделку протягиваю. И провиром убираю лишнее. То есть, просто как вот шпаклёвку так же протягиваю. И потом вот так вот стягиваю провиром. Ну, на... Итак, друзья, продолжаем заливать пол. Напоминаю, пол был залит полистирол-бетоном. Сейчас, ну, полностью по всей квартире уже всё это залито полистирол-бетоном. Далее, как я показывал, я протянул пол клеем просто на сдир. Для того, чтобы закрыть все поры. Так как были вот эти вот шарики торчали. Ну, везде. И вот, чтобы их закрыть, чтобы не... Вся которая пыль валится, её можно было спокойно сметать. В общем, всё это протянул. И теперь уже для, скажем так, для большей твёрдости этого пола, так как у нас в данном случае будет плитка ПВХ укладываться. То есть, если бы был, допустим, роменад, то, в принципе, даже можно уже на такой пол стелить роменад. Единственное, его бы нужно было ещё на второй раз протянуть на сдир клеем. И, в общем-то, он бы уже подошёл. Но так как здесь плитка ПВХ, плитка ПВХ более тонкая, поверхность должна быть более твёрдой, скажем так. То я решил дополнительно протянуть ещё не клеем, а клеем, песком и цементом. То есть, сейчас что я делаю? Ну, сейчас я ещё вот эти маячки выставлю. И далее буду... Да, маячок у меня я взял не 6 мм, а 1 см. То есть, выставил вот маячки. Ну, и вот сейчас ещё выставлю вот эти вот маячки. Так как у нас пол, в принципе, уже ровный, я их поставил. Ну, вот просто приложил к полу и натянул клеем. Ну, приклеил вот на клей. Сейчас здесь то же самое сделаю предварительно. Прогрунтовал здесь, сейчас тут маленько подсохнет. Приклею вот эти вот маячки и дальше буду протягивать. Смесь у меня будет, в общем, получается цемент, песок. Песок я взял промытый, ну, не промытый, в смысле просеянный хороший песок и клей. Так, ну, смесь примерно будет, то есть, ну, наверное, 1 к 3 песок с цементом. И, ну, клей тут посмотрю. То есть, клей, он как для простификации, для, ну, как бы улучшения вот этого раствора. Можно, конечно, было бы и цемент, песок, но тогда смесь будет очень, ну, достаточно твердая. Не будет вот этих простификаторов. И, я думаю, это не очень хорошо для такого сроя. То есть, если бы срой был побольше, 1 сантиметра, вот как у меня, да, будет, то было бы, наверное, нормально. То есть, там, 2-3 сантиметра. Но, так как срой совсем небольшой, то лучше, конечно, чтобы был клей дополнительно. То есть, ну, примерно в расчете брал, по-моему, 50 на 50. 50% клея, 50% песка, цемента. То есть, может быть, песка, цемента чуть побольше. То есть, сейчас буду замешивать, так, визуально смотреть. Опять же, многие спросят, зачем так заморачиваться? Протянул бы просто песок, цемент. Ну, опять же, напоминаю, здесь у нас пол был 6 сантиметров толщина сроя. Во-первых, толщина такая сроя, это, как бы, утяжеление на фундамент. Ну, в принципе, 6 сантиметров это не так страшно. Но, опять же, смотрите, вот мы протянули полистиролом. Во-первых, мы, это экономия по материалу. Потому что полистирол, как я напоминаю, у нас выше всего на 2 тысячи полистирола. Это 2 куба на 2 тысячи. И полистирол был бы ушка. Если бы был, ну, хороший гранул, он был выше в 4 тысячи. Так как куб стоит 2 тысячи, и бушка стоит тысячи. У нас была бы ушка. Потом мы полистирол вот этот, он легкий совсем. То есть, на подъем здесь, то есть, ну, я вообще нисколько не заплатил, потому что, ну, там, куб весит килограмм 30 где-то. То есть, 30 килограмм поднять, там, допустим, на 4 этаж, это, ну, делать нечего. Потом получается, если бы здесь была цементно-песчаная стяжка, то нам бы понадобилось, грубо говоря, 3 куба цемента. Это получается у нас примерно 9 тонн. 9 тонн поднять на 4 этаж, ну, вы представляете, это только в районе 10 тысяч я бы отдал только за подъем материала. То есть, разница существенная. Потом также не забывайте, что полистирол – это хороший утеплитель. Это и утеплитель, и шумоизоляция. То есть, мы за счет вот этого заливки полистиролом, мы добились сразу хорошего утепления, шумоизоляции и легкости раствора. Потому что полистирол, он очень, опять же, легкий. И поэтому тут на плиты перекрытия давления никакого. Еще один большой плюс – это в том, что, получается, при замешивании полистирола почти не появляется воды. Когда вы смесь выкрадываете на пол, то воды фактически нет. То есть, она, вода не убежит к соседям. Это, например, очень часто бывает при заливке керамзитной смесью с керамзитом, когда, то есть, там очень много воды выделяется. Вот с полистиролом этого нет. Мне, на самом деле, эта стяжка очень понравилась. То есть, как бы и замешивать ей намного легче, и протягивать ее легко. Вот так вот протягиваю смесью. И вот так вот у нас получается. Вот песок, клей, цемент. Ну, фактически идеальное основание для ламината, плитки ПВХ. Ну, есть небольшие еще дырочки от крупных песчинок, там камушков, где все равно попадается, но уже это фактически идеальный результат. Потом можно будет, когда подсоб, немножко сверху клеем, подмазать вот эти вот дырочки. То есть, ну, а то, что дополнительные работы, ну, в принципе, ну, да, где-то плюс, где-то минус. Чисто по работам, как для строителя, наверное, здесь особо, ну, выгоды особо никакой. Потому что по работам, может, даже это где-то ей побольше. А вот чисто в плане, думаю, эксплуатации и плюсов для хозяев, заказчиков, это плюс, я думаю, большой. То есть, по материалу, вот на все про все сейчас, на вот этот вот пол, я все высчитывал, выходит где-то 17 тысяч. Это вот полностью работа за, то есть, за работу, то есть, не за работу, за сам материал весь, который будет здесь использован вместе с, вот сейчас, с протяжкой, песком с цементом и клеем, плюс полистирол, плюс песок, вот который уже вот это все залито, то есть, плюс подъем всего материала, то есть, все-все полностью на вот эту, на вот эти 45 квадратных метров, у нас на пол уйдет по материалам и подъему материала 17 тысяч. Я думаю, это очень хороший результат. С учетом того, если вы, допустим, посмотрите, как заливается пол, ну вот в обычную, да, там смотришь, когда вот показывают. Там в основном у людей, они привозят стяжку, кучу-кучу мешков стяжки. Ну, допустим, сюда я прикидывал, здесь бы ушло примерно 180 мешков стяжки. У нас стяжка стоит в районе под 300 рублей почти. То есть, грубо говоря, вы бы на этот пол угрохали тысяч 40-50. В данном случае я сюда угрохаю 17 тысяч. Я думаю, разница очень большая. Ну, а по работам, ну, если кто-то там хочет вот так вот попробовать, поделать. Я говорю, полистиролом мешать намного легче, чем со всякими керамзитами там, и тем более просто цемент-песок перерапатить 9 тонн, ну, сами представляете. А насчет того, что вот дополнительная потом еще работа по протяжке, ну, наверное, может быть, это чуть-чуть подольше выйдет. Но, как бы я говорю, плюсов больше. Просто тогда можете за работу взять побольше. То есть, там, грубо говоря, там полностью там не 500, там не 600, не 700 рублей, там, а 1000, например, рублей. Ну, в любом случае, я думаю, заказчики, которым хочется, чтобы вот утяжеления не было, чтобы изоляция была, утепление было, поло, они все равно на это пойдут. Потому что, ну, разница большая. Как-то так. Кому понравилось, ставьте, подписывайтесь на канал. До свидания. Заходите, кстати, в YouTube-канал мой, Иван Клементьев на YouTube. Там очень много по ремонту, а также всяких вот таких вот фишек интересных по удешевлению ремонта, кстати, и тому подобное. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok